Новости на телеканале ИКС в студии Дмитрий Дудко. Здравствуйте, смотрите выпуски. Его можно посмотреть в любой точке города, на улице, остановке общественного транспорта или в троллейбусе. В информации Сила. Сегодня во всем мире отмечают День телевидения. Работать с молодыми водителями нужно сейчас в первую очередь. Безопасность на дорогах. Севастопольские автоинспекторы провели краш-курс для студентов. Ямы понарыли, и все, и уехали. Асфальта у них, видите ли, не хватило. Решаем вместе. Жительница улицы Горпищенко пожаловалась на незавершенные дорожные работы в ее дворе. Строители Крымского моста Составляет более 1 километра. Отметим, что на данный момент сформировано более 430 опор. Собраны более 115 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. На морских участках между островом Тузла и Керченским берегом продолжают сооружения пролетов. На них уложен нижний слой асфальта. Более 7 километров по направлению Керчи и 2,5 километра в сторону Тамани. В 2018 году завершается строительство автомобильной части моста в Крым в 2019-м железнодорожной. Принят закон на референдуме Севастополя. 21 ноября на пленарном заседании законодательного собрания депутаты единогласно приняли решение. В документе закреплено соблюдение государственной гарантии свободного волеизъявления граждан страны на референдуме нашего города, защита демократических принципов. Кроме того, установлен порядок организации проведения референдума Севастополя. Законопроект разрешает принимать участие в нем лицам, которые проживают в городе не менее трех месяцев. О праздниках 21 ноября во всем мире отмечают День телевидения. Эта дата была установлена в 1996 году Генеральной Ассамблеи ООН. Мировая история телевещения насчитывает 89 лет. В Севастополе трансляция программ первого регионального канала стартовала в 91-м. Это был СТВ, Севастопольское телевидение. Сегодня он носит уже другое название – информационный канал Севастополя. О том, как изменилось телевидение и какие передовые технологии, дают возможность нашим зрителям первыми узнать о новостях региона в сюжете Марины Кравцовой. В прошлом громоздкое оборудование, пленка, кассеты и уловки дикторов в виде зеленой помады на губах, чтобы видно было на черно-белом экране. Современное телевидение – это оперативность, качество и высокие технологии. Зрители узнают о событиях в прямом эфире. Так, во время выборов 10 сентября Юлия Ефремова вела трансляцию из штаба избирательной комиссии минута в минуту о самом важном. Александр Петухов, глава избиркома, расскажет о том, как же этот день завершился. Во время приезда в Левадию президента России Владимира Путина специально для зрителей ИКСА Михаил Паутов без ПТС, спутниковой связи и машин, напичканных техникой, вел прямую трансляцию происходящего, вооружившись всего лишь мобильным телефоном. Сделали очень просто. Я снимал в HD качестве на телефон и через мессенджер передавал в редакцию весь видеоконтент. И тут же в ближайших выпусках новостей мы зрителям это могли показывать с комментариями корреспондентов, с моими комментариями, с комментариями ведущих. В этом смысле федеральным новостям и федеральному телевидению мы в оперативности не уступили. Визит президента России Владимира Путина на открытие памятника был краткосрочным, буквально на 10-15 минут. Севастопольским студентам удалось пообщаться с президентом России. Скоро такая практика для информационного канала Севастополя станет правилом. И новости для наших зрителей будут идти в режиме реального времени, но с лучшим качеством картинки. Мы сейчас закупаем рюкзаки, которые позволят нашим журналистам, нашим новостным журналистам в первую очередь быть самыми оперативными в городе, приезжать на место и давать прямую трансляцию в новости, либо прерывать эфир и транслировать какие-то мероприятия. При этом любой журналист и любой оператор может с этим справиться. Современное телевидение неразлучно с интернетом и видеоконтент теперь доступнее. На сегодня в рейтинге Live Internet сайт информационного канала Севастополя по количеству посещений. Самые популярные среди телекомпаний Севастополя. Сейчас, чтобы быть в курсе событий и узнать главные и самые интересные новости Севастополя, не обязательно бежать домой к телевизору и дожидаться выпуска новостей. Его можно посмотреть в любой точке города, на улице, остановке общественного транспорта или в троллейбусе, со своих мобильных устройств на сайте информационного канала Севастополя, на нашем канале в Ютубе или в группах в социальных сетях. Сегодня журналисты не просто наблюдают и транслируют информацию, они участники событий и точно знают, о чем говорят. Брость винограда и деревянная бочка, а дальше все, как в фильме с Андрианом Челентано. Ну что, будете захватывать мир? К высадке в тыл противника я полностью готов. Принимать участие в учениях, конечно, весело, но для спасателей это очень серьезная работа. Это очень сладкий. Первая рыбка информационного канала Севастополя. Вот и все. Несколько простых действий, и я обезопасил свое здоровье на ближайший год. Квадрокоптеры с камерами дают возможность нашим зрителям увидеть новые ракурсы Севастополя. Но как бы далеко не зашли с современной технологией, главным для журналистов всегда будут его зрители, жители Севастополя и Крыма. Прийти в каждый двор, помочь решить коммунальные проблемы, вопросы благоустройства, услышать каждого, рассказать об интересных людях и их историях. Это и есть наша задача. А впереди много новых проектов, патриотических и исторических, образовательных и развлекательных. Со Всемирным днем телевидения всех севастопольцев и коллег поздравляют Марина Кравцова, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Символично, что сегодня, во Всемирный день телевидения, стало известно. Фильм информационного канала Севастополя о ликвидации немецкой Донной Мины победил в Москве на конкурсе «Созвездие мужества», который проводит МЧС. Специальный репортаж ранее отметили в Севастополе и Южном федеральном округе. После победы на межрегиональном этапе работу отправили на федеральный уровень. Лишь лучшие выбирались со всей страны. Теперь 3 и 4 декабря главную награду автору фильма севастопольскому журналисту Михаилу Паутову будет вручать министр МЧС Владимир Пучков. Интересно, что сегодня исполняется 140 лет со дня изобретения фонографа американским бизнесменом Томасом Эдисоном. О своем изобретении прибора для механической записи звука и его воспроизведения он объявил в 1877 году. А уже в феврале следующего года получил патент на прибор. Первая звукозапись, сделанная при помощи фонографа, представляла собой углубление на поверхности фольги, размещенной на цилиндре, и содержала строчку из английской детской песни «У мэри был барашек». Кстати, изобретение фонографа произошло случайно. Когда Томас Эдисон работал над улучшением телефона, он запил над мембраной, которой была припаяна игла. Из-за дрожания пластинки игла уколола изобретателю палец, сыграв роль своеобразного яблока Ньютона. На радиотелевизионных станциях «Севастополь» и «Широкая» запланировано проведение работ на антенномачтовой системе. Информацию сообщает филиал РТПЦ Республики Крым. Работы будут производиться в период с 23 ноября по 1 декабря и с 4 по 22 декабря соответственно. В этот промежуток времени в течение двух рабочих дней с 9 до 17 часов планируются технологические перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм. К другим темам. Транспортный налог на грузовые автомобили увеличится, и произойдет это в 2018 году. Изменения затронут и мотоциклы мощностью двигателя свыше 30 лошадиных сил, а также снегоходы и мотосани. В законодательном собрании законопроект приняли во втором чтении. Поправка выравнивает условия транспортного налога с Республикой Крым, заявил депутат Вячеслав Аксенов. При этом в Севастополе сохраняются наиболее льготные условия налогообложения по сравнению с другими субъектами Южного федерального округа. Необычную акцию провели в Севастопольском центре культуры и искусств. Для студентов города сотрудники госавтоинспекции организовали краш-курс. Молодым людям наглядно показали последствия нарушений правил дорожного движения. Акция приурочена Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий и направлена на снижение несчастных случаев среди молодежи. Подробнее в сюжете. Акция по дорожной безопасности собрала десятки севастопольских студентов. Многие из них учатся в автошколе, некоторые недавно сели за руль. Среди них студент технологического колледжа Дмитрий Аманбердиев. В августе он с первого раза сдал экзамен на права. Опыт вождения небольшой, но несчастные случаи на дороге видел неоднократно. Я езжу много из города в город и между городами получается много аварий. А вот как вы считаете, что на ваш взгляд... Ну невнимательность. В основном из-за этого они в аварию попадают. В 2017 году количество ДТП в Севастополе уменьшилось. По всему городу установили камеры видеонаблюдения, добавили дорожные знаки и лежачих полицейских. Но по-прежнему остаются места, где несчастные случаи происходят особенно часто. Пересечение улицы Гоголя с 4-й бастион и один из самых опасных участков дорожного полотна Севастополя. Для снижения числа ДТП здесь даже ограничили движение в центр. Однако и после этого аварии полностью не исчезли. По статистике Всемирной ассоциации здравоохранения основная причина гибели молодых людей – несчастные случаи на дорогах. Чтобы избежать трагедии, обучать правилам дорожного движения нужно с малых лет, уверены сотрудники госавтоинспекции. «Превышение скоростного режима, это управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в наркотическом опьянении, это выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. То есть это те ДТП, которые дают страшные последствия как для водителей, так и для окружающих участников дорожного движения. Причины одни и те же на протяжении уже, ну, наверное, как начало существовать автомобиль и правила дорожного движения». Акции по правилам дорожного движения в Севастополе проходят каждый месяц. С целью контроля ситуации автоинспекторы проводят рейды. Насколько безопасными будут дороги в дальнейшем, зависит только от сознательности горожан. Александр Тимофеев, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Когда обещание нужно выполнять. В редакцию информационного канала Севастополя обратилась жительница дома номер 75 по улице Горпищенко Валентина Арзубова. Женщина пожаловалась на неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия у нее во дворе, которое районные власти давно обещали отремонтировать. Для того, чтобы прояснить ситуацию, Валентина Петровна обратилась и к представителям регионального штаба ОНФ в Севастополе. Как скоро удастся решить эти вопросы в следующем сюжете. Отсутствие скамеек детской площадки и разрытое асфальтовое покрытие. Ничего хорошего в таком положении дел Валентина Арзубова не видит. Говорит, несколько лет назад у нее во дворе начали благоустраивать территорию. Асфальт сняли, а вот завершить работы забыли. Ямы понарыли, вот, и все, и уехали. Асфальта у них, видите ли, не хватило. А теперь опять обещают. Вот обещают, а когда они это все сделают, будет ли это выполнено, не знали. Они понарыли. А это кто? Это Брицын со своей командой. Да, с лопатой, с бригадой. Он же знает, кто здесь был. Когда приехали, как говорится, без асфальта, я говорю, Миша, надо, наверное, возбуждать дело. Ну что это такое? Сделаем, сделаем, все сделаем. В общем, дело это по сей год. За комментарием мы обратились к главе Нахимовского муниципального округа Михаилу Брицыну, на которого ссылается Валентина Арзубова. Я знаю об этой проблеме. Ко мне приходили, писали. Я со своей стороны выявлял те места, где есть внутриквартальные дороги, где более актуальны. Нельзя так, конечно, цинично говорить. Везде люди живут, везде нужно делать. Но есть там, где вообще, по сути, отсутствует внутриквартальная дорога. И мной были сделаны обращения на имя директора Титова с целью того, чтобы в этом году или в следующем внесли в перечень на ремонт. В свою очередь, директор департамента транспорта Игорь Титов в телефонном разговоре сообщил нам, что этот объект в их компетенцию не входит. Это ответственность муниципалитетов. О сложившейся ситуации Валентина Арзубова рассказала и представителям регионального штаба Общевоссийского народного фронта в Севастополе. Показала и проблемные участки внутри дворовой дороги. И место, где жители хотят видеть детскую площадку. Данный двор запланирован к благоустройству в программе. По программе в 2018 году ориентировочно это будет лето, когда приступят к изготовлению дорожного покрытия и приступят к благоустройству. Лето 2018 года. Сейчас уже смета составлена, будет произведена экспертиза сметы и всё сделают как положено, учитывая пожелания жителей. Жительница улицы Горпищенко обратила внимание на курьезную ситуацию. Одна из подрядных организаций ремонтировала дорожное покрытие вблизи жилого дома. Рабочие уже и слой асфальта сняли. А затем оказалось, что ремонт здесь вовсе не нужен. Подрядчики начали его по ошибке. Но разрушив покрытие, оставили всё как есть. Представители городских властей заверили местных жителей. И это исправят в следующем году. Светослав Данилов, Андрей Вовк, информационный канал Севастополя. Ограничения подачи воды. Сегодня в связи с проведением аварийных работ водоснабжения прекратят в домах по улицам Жукова, Здоровительной, Морской пехоты, Дропушка, а также переулках Рудничный и Квартальный. Информация размещена на официальном сайте водоканала. Ориентировочные ограничения будут действовать до 17 часов. Сегодня ученые уделяют океану большое внимание и считают, освоение этой среды должно сопровождаться информацией о ее состоянии. Оперативная океанология – именно та отрасль науки, задача которой – подробное изучение, наблюдение и прогнозирование океанических процессов. Популяризирует это научное направление и в Севастополе. Впервые на базе гидрофизического института открылась школа молодых ученых в области оперативной океанологии. Екатерина Волощук – сотрудник Санкт-Петербургского гидрометеорологического университета. В Севастополь приехала за новыми знаниями в области оперативной океанологии. Надеюсь, что я узнаю очень много нового. Приобрету навыки работы с моделями, с которыми я раньше не работала. И пообщаюсь, найду новых знакомых. Это все Екатерина сможет получить на лекциях школы молодых ученых и специалистов по оперативной океанологии, аудитория, студенты и аспиранты российских вузов, молодые ученые научно-исследовательских институтов страны. Всего 10 участников. Мы для того, чтобы отобрать студентов, организовали конкурс на всю Россию. У нас было 10 мест, и на эти 10 мест подали 26 заявок. Мы в итоге отбирали, конкурсная комиссия у нас отбирала кандидатов. Сейчас у нас представлена, можно сказать, вся страна, потому что есть студенты из Владивостока, из Мурманска, из Тюмени. Четыре дня лекций и практические занятия. Аудиторию познакомят с новыми моделями, научат самостоятельно выполнять прогностические расчеты состояния морской среды Черного моря. Важная часть – живое общение студентов и лекторов. Эта школа называется тренингом, потому что привлечены молодые ребята, молодые студенты, аспиранты, молодые ученые, которые также участвуют, и они получат новый импульс к своим исследованиям и, так сказать, обогатят все наши институты новыми силами, кадрами. Преподаватели школы – 11 ведущих отечественных и зарубежных ученых. В числе приглашенных лекторов Исаак Гертман, профессор Израильского профильного института. Профессор уверен, развиться в области оперативной океанологии школа поможет и севастопольским ученым. Теоретические данные, теоретические знания, они здесь заложены, а практические умения, они вот сейчас приходят, может быть, из Европы, из Средневного моря, с Северных морей. Организовать школу молодых ученых Севастопольскому гидрофизическому институту удалось с помощью гранта. Мы весной этого года выиграли большой проект от Российского научного фонда, целью которого как раз является развитие методов оперативной океанографии. Мы планируем создать системы прогноза для основных акваторий всего мирового океана, Арктики. Проводить школу молодых ученых планируют четыре года подряд. Каждый раз количество приглашенных гостей будут расширять. Юлия Ефремова, Сергей Котляренко, информационный канал Севастополя. И о погоде. Как сообщают синоптики, 21 ноября в Севастополе облачно, дождь, ветер северный 12-17 метров в секунду, утром и днем 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем плюс 5-7 градусов, а 22 ноября в городе переменная облачность, временами осадки, дождь, мокрый снег. Ветер ночью южный, днем северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3-5 градусов, днем плюс 5-7. В связи со сложными погодными условиями, Департамент транспорта и Севастопольский автодор просят воздержаться от поездок в ближайшие дни на личном автотранспорте, не оборудованном зимними шинами. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.